Больше успевай складываться с проносным уроком. Раз и сложился. С утра занятия со взрослыми, днем с детьми. Роман Чернышков работает тренером по плаванию в спорткомплексе «Локомотив» три года. Специалист молодой, но под его началом ребята уже показывают хорошие результаты в соревнованиях районного и областного уровня. Последний раз ездили на соревнования, город Ефремов. Также заняли призовые хорошие места. Мои ребятки заняли второе и первое место. Но они уже имеют разряды, третий и второй взрослый. Детскую секцию по плаванию посещает больше 70 ребят. Бассейн – излюбленное место для занятия спортом и для взрослых. Валерий Ефимов ходит сюда три раза в неделю. Для проведения досуга места у нас не особо много. Когда у нас пошли слухи, что собираются в связи с РЖД закрывать бассейн, такая неприятная новость была для всех, народ переполошился. Опасения жителей Узловой были не беспочвенно. Спорткомплекс «Локомотив» построен без малого полвека назад и принадлежал РЖД. Последние шесть лет денег на содержание здания железнодорожники почти не выделяли. А в июле этого года руководство РЖД и вовсе уведомило районную администрацию. Спорткомплекс собирается закрыть. Безвозмездно передать здание муниципалитету железнодорожники отказывались. Предлагали выкупить «Локомотив» за 200 миллионов рублей. Таких средств в местной казни нет. В ситуацию вмешался лично Алексей Дюмин. Зная ту практику, что у нас есть профилакторий, который ранее принадлежал РЖД. После закрытия просто превратился в место социального сбора людей. Мы понимали, что объект после закрытия практически прекратит свое существование. Эта проблематика была всего города Узловой. То есть 50 тысяч населения города сказало, что мы не хотим потерять данное учреждение спорта. Сейчас здание оформляют в собственность Тульской области, но это полдела. Из-за недофинансирования помещение спорткомплекса сильно обветшали. В бассейне не работают приточные вентиляции на стенах грибок. Нет нормальной системы очистки воды вместо современных фильтров да потопные бочки с песком. Не менее удручающие картины в душевых спорткомплекса. А в спортзале «Локомотив» еще несколько лет назад проводились соревнования и турниры международного уровня, но напольное покрытие пришло в негодность. Теперь здесь проходят только секции и уроки физкультуры. Тем не менее, в зале всегда много народа. Тренировки идут до 11 вечера. В следующем году все помещения спорткомплекса начнут приводить в порядок. Алексей Дюмин поручил необходимые средства изыскать. Я прекрасно понимаю, сколько здесь занимается и детишек, и взрослых, и какое значение он имеет от Олега района. Значит, в 2017 году будем изыскивать средства для того, чтобы здесь постепенно, поэтапно, не все сразу, но поэтапно, постепенно приводить в порядок. Количество секций тоже собираются увеличить. Потребность в них есть. Пока же, фактически, здесь работают всего два тренера. Болвали, болбаскетбол, настольный теннис. У нас есть разметка под бомбинтон. Это тоже является олимпийским видом спорта. Но, кстати, очень редко в каких домах спорта она вообще есть, и люди, к сожалению, об этом мало знают. То есть, в принципе, если будет штатное расписание именно под наш дом спорта, под огромный дом спорта, то возможностей масса. После ремонта локомотив передадут под филиал областной школы Олимпийского резерва, где в том числе будут готовить будущих олимпийских чемпионов. В планах отремонтировать и два футбольных поля. Они будут с подогревом и искусственным покрытием. Подумывают в узловой и о строительстве на территории спорткомплекса собственного ледового дворца. Надежда Милюхина, Вадим Роженков, Первый Тульский.